Администрация Ненецкого округа утвердила новый порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в населенные пункты. Всего на этой цели в законе об окруженном бюджете на 2016 год предусмотрено 32,8 миллиона рублей. Кто может рассчитывать на данную меру государственной поддержки и какой результат ожидают органы власти, вводя новые механизмы, смотрите в нашем сюжете. В прошлые годы круг получателей субсидий на доставку товаров был неограниченный. Получить компенсацию из казанной региона могли как индивидуальные предприниматели, так и муниципальные предприятия. Количество желающих воспользоваться субсидией с каждым годом становилось больше, но не всегда получатель денежных средств оказывался добросовестным поставщиком. Вести объективный контроль, ведется торговля или нет, либо нам предоставляется просто документ о том, что что-то привезено, а что-то нет, было достаточно сложно. Потому что поехать, допустим, в Амдерму или поехать вниз, да, ну это очень-очень сложно. А объективных, как бы, причин для уменьшения выплат не было. То есть мы получили ситуацию, когда у нас цены, в принципе, скажем так, не менялись, количество получателей росло. То есть бюджет все время, все время больше и больше платил. То есть мы платили до 100 миллионов рублей. А снижение к какому-то качественному или количественному это не переводило. Новый порядок позволит избежать фактов мошенничества и эффективнее расходовать бюджетные средства, которые в данном случае прежде всего выделяются для сдерживания роста цен на товары первой необходимости, реализуемые на селе. Например, по 50 рублей отпускная цена. Я умножаю на 1,97. Это мы должны эту наценку делать, потому что это возмещающийся товар. 98,50. И если бы нам не возмещали, я беру 50, умножаю, ну хотя бы на 2,5 коэффициент. 150. Было бы 125 рублей. Господдержка предприятий потребкооперации будет оказываться только на доставку определенной группы товаров. Перечень, там основные продукты – это жиры, мясо, масло, молочные продукты, там, где нет животноводческих ферм. Это кондитерские изделия, консервированные изделия. Порядка 24 наименований. Размер субсидий, выделяемый потреб обществом, остался на уровне прошлого года. 80% возмещения затрат на доставку продовольственных товаров в населенный пункт. Для всех населенных пунктов, за исключением острова Вайгач и Колгуев. А там 95%. И кроме этого, 99% фото затрат на продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, новым порядком упрощены требования к возможным получателям субсидии. Раньше организация потребительской кооперации должна была иметь опыт торговой деятельности в селах Ненецкого округа не менее 15 лет. Теперь этот порог снижен до трех лет. Также изменение коснулось и размера субсидии, запланированной на следующий год. Действительно, сейчас очень сложно с бюджетом. Вы знаете, что мы начали кредитоваться, мы платим очень большие расходы, несем по обслуживанию государственного долга. И тем не менее, несмотря на это, мы оставили, пусть сократив на определенную сумму, поскольку уровень прошлого года по возмещению транспортных мы на сегодняшний момент позволить себе не можем. Мы оставили на уровне где-то 50% и включено в бюджет на 2016 год порядка 32,8 миллиона, это почти 33 миллиона расходов. Эти средства государственной поддержки предприятий потребкооперации позволят обеспечить сдерживание цен на продукты первой необходимости.